Общественное телевидение Донбасса Общественное телевидение Донбасса Сегодня мы хотим поговорить с Виталиком о проблеме, которая касается каждого, кто остается жить в городе Донецке, а это практически 1 миллион человек, и проблема эта касается доступа на территорию нашего родного города, нас, дончан и тех людей, которые традиционно жили в областном центре. Однако после прихода так называемой русской весны утратили возможность посещения родного города, своих квартир, родных, близких и могил собственных родственников. И все это связано только с одной причиной. Группировка ДНР создала некий список, куда начала вписывать неблагонадежных жителей Донецка, неблагонадежных с их точки зрения. И в подробностях сегодня рассмотрим эту ситуацию. Но вначале я хочу спросить у Виталика насчет обстрелов, которые происходят в Донецке в последние дни. Все мы знаем, что они участились и знаем о количестве и цифрах раненых и погибших людей только за последние дни. Я бы не сказал, что мы знаем точные цифры погибших, но по крайней мере по тем данным, которые сообщает организация ДНР, за сегодня, то есть в ночь с 8 на 9 число в результате обстрела погиб один мирный житель и ранены еще 15. Дело в том, что в последнее время обстрелы участились, как ты сказал, и что интересно, участились они в преддверии митинга, который организация ДНР проводит в Донецке против наблюдателей миссии ОБСЕ, которые, по ее мнению, работают не так, как надо. Что интересно, народный депутат Украины Алексей Репчин разместился на своей странице в Facebook документ, некий, по его уверению, это документ городской администрации Донецка, в котором она рассылает плановые цифры на коммунальные предприятия, частные предприятия, чтобы их руководители присылали на этот митинг людей своих. Я хочу допомнить нашим зрителям, что подобная практика рассылки разнарядок с количеством людей, которых необходимо вывести на площадь Ленина, либо на Октябрьскую площадь, существует в Донецке давно. И это не секрет, что предприятия, которые особенно являются активными членами союза профсоюзов Донецкой области, раньше, по крайней мере, так, получали их правком и получали нужное количество людей, которых затем нужно выводить на площадь Ленина, чтобы участвовать якобы в народном митинге. Насколько естественное желание жителей Донецка участвовать в митингах против ОБСЕ? Или все-таки у большинства наших земляков отсутствует это понятие, что ОБСЕ что-то плохое или хорошее, и оно есть просто как есть? Ну вообще в обществе отношения, благодаря средствам массовой информации, что интересно и на неподконтрольной территории, и на подконтрольной, сложилось негативное отношение к этой организации. Но я не думаю, настолько негативное, чтобы какие-то массовые акции проходили. И что опять же интересно, что обстрелы почему-то учащаются в преддверии этой акции, в преддверии ее анонса. К сожалению, сейчас эта тема требует отдельного большого анализа. Мы немножко отошли от основной цели нашей передачи. И в ближайшее время мы и этому вопросу уделим большое внимание. Главный вопрос сегодняшнего выпуска. Почему дончан не пускают в Донецк? И кто формирует эти так называемые списки группировки ДНР? Один из таких списков был не так давно опубликован на сайте группировки ДНР. В нем говорится и упоминается в частности о нескольких десятках фамилий. Называется это о специальных мерах защиты интересов ДНР в целях соблюдения интересов и обеспечения безопасности ДНР, а также защиты прав и свобод жителей ДНР. Виталик, этот список, кто эти люди, которые входят туда? Я бы еще немножко вернулся. Этот список это такая же составная часть того списка рассылки, которые делают на предприятии. Это централизованная такая организация, монополист политический. И этот список идет же оттуда. То есть они решают, когда людям выходить на митинг, и они решают, когда дончане выйдут на митинг, и кого нельзя пускать в Донецк из дончан. То есть они вырывают дончан. Кто из известных дончан в этом списке? Я прошу его показать также на экране, чтобы наши зрители в Донецке понимали, кому запрещен въезд в родной город. Можно, да. Мне кажется, главное тут это номер один миллиардер украинский Ренат Ахметов, который в списке, главный идет, который активно занимается гуманитарными разными проектами и имеет хорошую репутацию. Также там много людей, представителей, скажем, старых донецких, прежней власти. Там есть бывший губернатор, есть предприниматель, есть господин Гуменюк, который владелец самых главных торгово-развлекательных центров Донецка. Есть люди с более неоднозначной... Там уже Донецк-Сити, кстати. Но их всех объединяет, что это действительно в большинстве своем это уроженцы Донецка, это дончане. То есть получается, группировка ДНР не пускает в Донецк дончан. Какие бы они ни были, но это уроженцы Донецка. Это не какие-то там, не знаю, уроженцы Ровенской области, либо какие-то гауляйтеры. Городов, не так давно ты пообщался с одним из фигурантов этого списка. Это Олег Курчин, в прошлом депутат Донецкого городского совета, член партии регионов, понятное дело. У нас там все были либо коммунистами, либо регионалами. И Олег Курчин сейчас находится в Киеве. Он занимается адвокатской деятельностью. Он уехал из Донецка, наверное, одной из первых волн, потому что к нему на тот момент пришли в его ГАСК, это Государственное агентство строительства и архитектуры, которое выдает разрешительную документацию представителей сепаратистов, и что-то там свое требовали. Но не суть в этом, суть в том, что сейчас Олег находится в Киеве. Он находится в списке группировки ДНР. И вот как мы с ним пообщались. 3 июня организация ДНР запретила въезд на подконтрольную ей территорию 48 донецким бизнесменам и чиновникам. Среди них оказались братья Клюевы, Борис Колесников, Николай Левченко, Александр Клименко и Сергей Курченко. И когда шли активные боевые действия, эта вся наша так называемая элита, она притихла. Она смотрела, кто ж кого победит. И как тут более-менее начинается, мир, да, вроде уже не так стреляют, вроде уже как все-таки заводы поднимают, вроде как и без них люди выжили, и без них могут почему-то находиться, и они никому не нужны. И все. И вот эта так называемая наша элита начинает возвращаться. Но возвращаться она как хочет? Она не хочет возвращаться сюда и работать. Она хочет вернуться и получить свое, стать, возглавить, чтобы множенькие поклонились, и на красную дружечку зашли. Спасибо, благодетели вы наши, за то, что вы нам гуманитарную помощь присылали. Да не, ребят, за тушенку спасибо не говорят. Спасибо, что прислали, спасибо, что они забыли. Но это не то, что вы должны были сделать. А вы должны были за всем другое. И если оценить объем гуманитарной помощи и объем неуплаченных налогов в республику, так мы вам еще счет предъявим. Среди них также оказался адвокат Олег Курчин, который ранее был депутатом Донецкого городского совета. Он считает, что в список попали люди, которые, возможно, могут повлиять на ситуацию в Донецке и в области в случае проведения там выборов. Те люди, которые попали в список, они могли как-то и могут в дальнейшем влиять на тот процесс, который там будет, если мы видим, что, говорят, должны быть выборы. И если будут выборы, допустим, я как был раньше депутатом, я баллотировался по мажоритарному округу, я обходил всех людей, я проводил встречи, я чинил им подъезды, обращал внимание на жалобы и решал их проблемы. Я сомневаюсь, что кто-то по этому округу, где я был, это делает. Поэтому они понимают, что если бы были выборы и я приехал туда баллотироваться, мои избиратели за меня проголосовали. Поэтому я им могу составлять опасность. Кроме того, я как адвокат, когда выполнял свои функции, защищал народного депутата Игоря Масичука, мы видели все, сколько было недовольств там в Фейсбуке, почему житель города Донецка защищает как адвокат члена радикальной партии. Ну, а если гипотетически предположить, что там пройдут выборы, вы бы смогли там участвовать, хотели бы? По сегодняшнему законодательству, какие могут быть выборы, когда там автоматчики первые, нет украинского телевидения, но Донецк, Луганск, это Украина. И я сегодня не меняю прописку. Она так, прописка осталась, хотя и адвокатское объединение зарегистрировано в Киеве. Донецкая коллегия адвокатов переехала, Краматорс находится в Донецкой области, она официально функционирует. И прописку жителей города Донецка, то есть ее, ну, не то, что даже принимает, а наоборот, ну, то есть я считаю, что не нужно делать, потому что Донецк, это Украина. Студия общественного телевидения Донбасса в городе Мариуполя. Я Алексей Мацука. Рядом со мной мой коллега Виталий Сизов. Говорим о том, почему и кто не пропускает дончан в город Донецк, и почему группировка ДНР объявила войну жителям Донецка по поводу их позиций и мировоззренческих взглядов, и против тех, кто не поддерживает идеи русского мира. Один из таких, как оказалось, и это достаточно странно, Николай Левченко. Был такой у нас секретарь Донецкого городского совета. Странно, потому что во многом в публичном медиапространстве Николая связывают с поддержкой идей России и взгляда на то, что необходимо передавать русскому языку статус второго государственного, а это в Украине автоматически приравнивается к поддержке Российской Федерации и так далее. Ну, правда, до войны. И сегодня мы пообщались с Николаем, он рассказал в интервью сайту «Новости Донбасса» свою позицию, почему он оказался в списке группировки ДНР. Да, я бы добавить хотел, что Николай Левченко сейчас находится в розыске, его розыскивает СБУ, якобы он там как-то претендовал нарушить целостность Украины. По крайней мере, так говорил бывший пресс-секретарь СБУ Марк, Ян Лубкиевский. Я бы еще добавил, что этот список невъездных людей, он чем интересен, потому что на самом деле невъездных-то людей было много в Донецке. Это в основном все люди с проукраинской позиции, либо общественники. А сейчас туда попали люди, которых можно назвать в чем-то сочувствующими идеям сепаратизма. И о чем же Николай? И надо, кстати, воспринимать, возможно, Левченко комментарий, как и комментарий самого Ахметова, потому что он в комментарии сказал, что он общается с Ахметовым и знает позицию. Несколько ключевых тезисов. По его мнению, этот список — это демонстрация трусости и попытка переложить ответственность за свои ошибки на других. Это раз. И страх перед тем, что перед авторитетом Ахметова, который, я так понимаю, может быть политически конвертирован в случае проведения там выборов неочередных. Как это назвать? Неочередных? Ну, в рамках Минских соглашений. В целом, какого-то выборного процесса. Второй пункт, противоречащий этому, по информации Левченко, Ахметов не собирается баллотироваться почему-то. И зря они боятся. Хотя его рейтинг составляет заоблачный, скажем, по Донбассу. Мне кажется, составляет рейтинг Рината Ахметова как благодетеля и собственника стадиона Донбасс-арена, а не как политического деятеля. Он там говорил и о Донбасс-арене, что он соберет полную Донбасс-арену, футбольный клуб «Шахтер», ну и прочее. И то, что публикация списков, это третий тезис, это попытка избежать конкуренции. Могут дословно тестировать. Они готовы конкурировать только внутри себе подобными. И не готовы к абсолютно честной, открытой политической борьбе. Также он обвинил их в том, что они плохо воюют и не смогли даже контролировать всю Донецкую область. В результате люди находятся в состоянии бедствия. А они, это ДНР. А люди находятся в состоянии бедствия. Жители Донецка, которые вынуждены жить в этих условиях, которым обещали какие-то сказочные горы. А теперь они, получается, живут многие и за счет гуманитарной помощи того же Ахметова. Откуда и рейтинг. И, кстати, одним из поводов сказать, что ведется намеренная борьба против Рената Ахметова, его людей и политических партий, которые поддерживает Ренат Ахметов в Донецке, в свое время поддерживал и определенных представителей, это доказательство, фотография, которая была размещена в социальных сетях, где люди в военной форме фотографируются на фоне баннера «Поможем!» фонда Рената Ахметова. Это очевидная провокация, потому что раньше эти люди никогда не использовали подобный фон для своих фотографий. А здесь, судя по этой картинке, они пытаются показать большой Украине, что вот, мол, смотрите-ка, Ахметов-то нас поддерживает. Причем эта фотография появилась буквально на следующий день после появления этих списков черных неких. Очевидно, что таким образом группировка ДНР пытается дискредитировать и самого Ахметова в Украине, и то, что происходит сейчас на оккупированных территориях, потому что им явно и очевидно ни в чем. Это для них политический конкурент, они воспринимают так. Скажем так же, что в штабе Ахметова в фонде «Поможем!» опровергают то, что они кому-то помогают, но это естественно, по их словам, они помогают только старикам, женщинам, детям и, ну и прочим, социально незащищенным группам. Аналитик сети «Опора» Александр Клюжев, наш с тобой общий знакомый, друг и товарищ, также и выпускник нашей кафедры Донецкого национального университета, откуда, кстати, многие работники и общественное телевидение Донбасса имеют связь и выпускные, прокомментировал ситуацию. Сначала он сделал это на своей странице Facebook, если можно вывести на экран. Он заявил, что появление этих фотографий это попытка манипулировать на внутреннюю политическую ситуацию в пределах Украины уже всей и навязывать какие-то свои тезисы. И более детально о своей позиции он нам рассказал в комментарии. Один из направлений информационной деятельности ОКУПАЦИНОЙ Адміністрации в Донецке и Луганске является керирование не лише гражданской думкой мешканцев окупованных территорий, если можно говорить вообще про гражданскую думку на этих территориях, не только продуктирование контент для России, но и керирование певными суспильными настроями на территории Украины. И для них это обходится достаточно дешево, без великих навантажений финансовых. И много примеров протягом конфликта цієї войны мы побачили. Например, когда в Украине актуализируется дискуссия щодо социальных виплат мешканців в окупованных территориях. Дискуссия достаточно жорстка. С того боку продукуется відеоконтент заяви псевдолидеров республик про то, что грабуйте цю державу, оформлюйте по декольку пенсии и так далее. Логика звичайной люди подсказывает, что в разе зацикавленности окупаційной адміністрации. Чтобы люди не втрачали связок с украинской державой, то втрачаться в таку напруженную эмоциональную дискуссию на территории подконтрольной Украины не має жодного сенсу. Навпаки, треба було змовчати и не продукувати цей контент. Вони иниціюють, поширюють, а наши блогеры, наши информационные ЗМИ, навіть загальнонациональные каналы берут продукт, створеный самым окупаційной владой, и поширюют на ресурсах, которые законны на подконтрольных территориях. Это абсурдная ситуация. Наверное, доходить до того, что берутся продукты, на которых есть логотипы этих псевдореспублик. И, в основном, в этом есть певная проблема информационной политики государства, когда, с одного боку, не выделила належных и не действительно заходов для восстановления телемовления на территориях Донецько-Луганской области, или радиомовления, и, фактически, информационная политика реализуется такими проектами, как вы, как ваша, государство. Но, с другого боку, в информационном просторе Украины вольно поширюются ресурсы, которые для украинцев створили те, кто захопил Донецьк и Луганск. Потому что в этом этапе этой войне или противостояния показать не только мешканцам оккупированных территорий, но и мешканцам вольных территорий Украины, что, как бы, уже пройдена червона линя и повернение назад не может быть. И все эти провокации спрямовываются на разрыв этих связков. И, зрозуміло, что, когда сепаратисты продакуют контент, что боевики используются гуманитарной допомогой Ахметова, то, власне, они это поширюют не для того, чтобы подкреслить вдячность тому чи иншому бизнесмену, который действует певные гуманитарные функции на этих территориях. Потому что никаких доказов и так далее тут не наведено. Это, власне, спровоковать дискуссию против конкретной особой. И тут не важно, какая самая эта особа. Это может быть представитель этого гуманитарного фонда, это может быть представитель какой-то политической силы. Но, власне, какая мета тут достигалася. Я думаю, что это было связано с тем, что та псевдоэлита, которая создана Россией на территории окременных регионов Донецка и Луганской области, она объективно не зацикавлена в том, чтобы колишние лидеры региону или как-то 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 процессу мирного регулирования. И, в целом, российские сепаратистские сценарии, они начинаются с того, что выращивается новая так-звана элита. Вы сами об этом стали говорить. А насколько эта элита, как вы сказали, новая, она самостоятельная в своих действиях? То есть, это их инициатива вести этот список о запрете определенным лицам въезжать на территорию неподконтрольного украинской власти? Это их какая-то личная самодеятельность? Либо это кто-то ими манипулирует, но кто-то это только Российская Федерация в этой ситуации может быть? Особственно, моя думка, что, безумно, про никакую самостоятельную деятельность новой элиты, но мы должны признать, что это достаточно широкое коло людей, которые отчули, что они отрели владу, они отрели великий ресурс, но про их самостоятельность мы говорим не можем. И все так, если выгодите стратегию Россию щодо Украины, то она полягает в том, что, что, как бы, мае быть прямой диалог с теми, кто там выник после вторгнения, Россия не готова отмениваться от такого подхода. Кто может вести диалог от имени окупованих территорий, как их называют окреми районами Донецкой Луганской области, это явно с точки зрения России не те, кто там керували, не дивлячись на симпатии или антипатии с боку российской влады до тих керевников мест, бизнес-структур, которые были до войны в Донецкой и Луганской области. Есть стратегическая мета, навязать стратегию участия этих новых псевдоэлит в внутреннем политическом процессе Украины. Это моя личная думка. В студии общественного телевидения Донбасса. Я Алексей Мацука, Виталий Сизов, мой коллега-журналист. Мы разговариваем о том, насколько же получится остановить поток возвращения в Донецк людей, которые вчера еще представляли наш город в качестве, как сказал только что аналитик клюжев элиту города. Виталик, насколько ты согласен, что сейчас формируется новая донецкая элита, которая за эти два года взяла на себя полномочия управлять территорией от нашего с тобой имени в том числе? Я бы не сказал, что элита формируется. Ее формируют насильно, навязывают, сознательно выдавливают из поля любых конкурентов, даже если взять тех людей, которым запретили въезд, при всей неоднозначности их репутации, даже, допустим, тот Борис Колесников, при всей его неоднозначной репутации у него были успехи, он мог показать свой хоккейный клуб, он мог показать свои предприятия, которые делали отчисления налоговые, а эти люди им нечего показывать, и они давят все, монопольно захватывают власть, монопольно захватывают поле политическое, и любая малейшая конкуренция делает их уязвимыми. И, ну, несмотря на такую тяжелую обстановку в городе, дончане все-таки стараются сохранять оптимизм и верят, что в будущем будет лучше, и живут этой надеждой. Мы поговорили с дончанами и выяснили у них, каким они видят свое будущее. Донецк вот уже два года остается зоной нестабильности. Люди в оккупированном городе живут одним днем и боятся строить планы. Корреспондент общественного телевидения Донбасса узнал у местных жителей о том, каким они видят свое будущее. Серьезно, я никакого не вижу будущего пока здесь еще. Не больше, не меньше. Верю, как в республику нашу, дума, что все будет хорошо. Хотелось бы, конечно, чтобы все побыстрее это нормализовало, чтобы было все хорошо, чтобы работы были, пенсии, как выплачивали, все предприятия, все работало, чтобы стабильность была. Будем надеяться в лучшее, в нашу республику, в наше правительство, в государство наше. Будем стараться, будем как хотеть, чтобы войны не было. Ну, а там, когда даст Бог, все будет. другое, я думаю, что хорошо, в принципе. Со временем у нас тут обстановка наладится, я думаю, и все вернется в свое русло. Может, заживем еще лучше, чем жить. Будущее я вижу социалистическим, так сказать, в счастливой стране. Боже, с хорошей работой, давайте так все. Счастливым, ярким, чтобы не было никаких разочарований. Все нормально, хороших детей, слава Богу, много, все замечательно, надо больше работать и иметь планы. И целенаправленно работать над этим, все получится, все от нас зависит. Вот такие оценки жителей Донецка можно было сегодня услышать в областном центре, который временно контролируется не украинским правительством, а правительством другим, скорее всего, Российской Федерации, о чем, кстати, недавнейшая публикация газеты Bild свидетельствует. Я, кстати, был в Берлине не так давно и встречался с журналистом, который написал эту статью. Он снова собирает информацию и, я думаю, вполне скоро, в ближайшем будущем мы узнаем новые подробности существования экономического блока группировки ДНР. Ну, хочется, по крайней мере, верить в то, что больше света прольется на эту ситуацию. Однако и наши журналисты не дремлют, они постоянно ведут контроль и учет новостей на оккупированных территориях. На сайте новости Донбасса вы можете 24 часа в сутки обновлять ленту и следить за самыми актуальными сообщениями, как из Донецка, Макеевки, Харциска и других оккупированных городов Донецкой области. Мы с Виталием Сизовым продолжаем беседу в студии и наша следующая тема. Наша следующая тема это митинги предпринимателей. То, что следует из того, о чем мы говорили в начале. Тяжелая экономическая ситуация приводит к тому, что администрация, так называемая, пытается максимально выдавить деньги из того, откуда она может выдавить. На этот раз выступили самые незащищенные слои, это мелкие предприниматели. То есть, вероятно, уже ситуация настолько критическая, что уже добрались и до этих людей, до которых и в Украине и во времена украинской власти особо не добирались. В итоге люди вышли на акции протеста. Даже в той ситуации. Где это в каком-то городе? Акции прошли в Донецке, в Макеевке. Это как минимум то, что мы знаем. А самое ужасное то, что, допустим, мы знаем, что акции прошли, есть сообщения сепаратистов о том, что они прошли, но нет ни одного видео этих акций. То есть, люди настолько запуганы, что они даже не могут снять, даже себе взять телефон и снять просто видео. Хотя, посмотрите, как митинги проходят на украинской территории. Это всегда масса фотографий, хэштегов, взрыв, это всегда одно и то же. Я, знаешь, я всегда привожу пример, как был с Людмилой Янукович. Я тысячу раз уже это рассказывал. В Ашане тысячи людей каждый день ходили. И Людмила Александровна каждый день туда ходила за сисками и семечками. А никто никогда не постил этих фотографий ВКонтакте. Вот, может быть, это не в культуре наших людей, просто фотографировать на улице какую-то знаменитость либо события, потому что, может быть, стесняются, а не боятся. Может быть, но я думаю, что и боятся, потому что, как заявил глава организации ДНР Александр Захарченко, он это прокомментировал, мы видео показывать не будем, кто захочет, может его найти, посмотреть. Он сказал, митинг незаконен, действия налоговые оправданы. Коротко. Если есть проблемы, то, пожалуйста, жалуйтесь. Жалуйтесь туда, куда неизвестно куда. Я не так давно пытался позвонить на приемную Захарченко, чтобы снова-таки в очередной десятый раз записаться к нему на прием с жалобой на него же самого, потому что он же находится в здании Донецка, его офисы находятся в здании Донецкой областной государственной администрации. Незаконно, насколько мы знаем. Они же их захватили. Ну, это, конечно, троллинг, и не советую никому повторять подобное. Однако мне показалось это просто смешным. Особый человек, который будет все эти вопросы заниматься, коммуницировать с рыночниками. Что интересно, он сказал, я сам был предпринимателем при украинской власти и все время пытался уклониться от налогов. Он дословно сказал, я знаю, чего вы хотите, так достаточно свободно. Он общался с этими людьми. Для справедливости нужно сказать, что и на украинской территории Донецкой области создается масса проблем для мелкого и среднего бизнеса. Это и проверки налоговой, и бывает так, что людей несправедливо обвиняют в финансировании сепаратизма, а на сегодняшний день это самая распространенная причина, по которой может пройти обыск у вас на предприятии, и масса других поводов, мелких и крупных, которые приводят к новым виткам коррупции, взяточничества и всего остального. Насколько я знаю, что-то происходило в Краматорске по этому поводу. Были несколько процессов о финансировании терроризма, когда людей судили в судах Артемовска, Донецкой области, пытались их как-то арестовать, обвинить финансирование терроризма, но в итоге большинство дел рассыпались странным образом. Люди выходили, и всякие вокруг них были такие разговоры, информации о том, что они выходили не просто так, а выходили, расставшись с определенной суммой денег. Но не все так безоблачно, и не только у предпринимателей, у переселенцев тоже. На этой неделе состоялись массовые митинги практически во многих городах Украины, Донецкой области, в Киеве проходили митинги. Переселенцы, уже несколько месяцев, часть переселенцев, когда началась борьба с так называемыми фиктивными переселенцами, остались без выплат, без пенсии, без соц.выплат, потому что их почему-то посчитали фиктивными. Потом началась другая проблема. Неразбериха с печатью, ставить печать миграционной службы на справке или не ставить. В итоге ее как бы отменили, но без нее все равно ничего не назначают. Мы побывали на некоторых таких митингах. Посмотрим эти видео, но я хочу сказать, что несмотря на эти штампики, печати, бумажки, бюрократию и все остальное, по крайней мере, вы можете взять телефон, снять этот процесс в ЖЭКе либо в службе социальной защиты населения на видео, присылать его на общественное телевидение Донбасса, то есть нам, можете мне Facebook прямо прислать и мы обязательно это все опубликуем. А в ДНР вы этого сделать не сможете. Вот пользуйтесь преимуществами свободы слова на практике. Ну дальше наше видео. 6 июня под зданием Донецкой областной военно-гражданской администрации переселенцы из оккупированных городов на востоке Украины провели пикет из-за отмены выплат для временно перемещенных лиц. Вот у нас сегодня не протестная акция, просто мы как граждане, простые рядовые граждане, без всяких там политических требований и всего остального хотим, чтобы выполнялись требования закона, который уже действует с конца до апреля. То есть все сроки уже прошли, когда он должен исполняться, он не исполняется. Пообщаться с митингующими вышел один из заместителей председателя Донуга Сергей Попов. У меня крик души, я не могу уже терпеть. В больницу я сейчас прийшла по-повному, написали все, я сейчас на больничном, лекарства по 180 рублей и так далее. Куда эту справку, дети? Куда? Скажите, вы что? Скажите, вы что? Скажите, вы что? Можно решить на ремне району и на ремне міст, где они мешают. Это проблемы, которые связаны там на местах с чиновниками, с тем, что есть служебные своими посадовыми обвязками. У связи с этим, сформированы листи на голову областной адміністрации, керевника областной військово-цивільной адміністрации. И это теперь в компетенции Павла Ивановича разобраться в этих вопросах. Если 8 числа это будет принято Кабмином, то, я думаю, это буквально протягом тижня запрацюет весь механизм подальше. Оскільки появится одразу распоряджение, которое будет регулировать, какими нормативными документами и как користиться, то это быстро запрацюет. Если 8 числа это не буду рассмотреть, то та инициатива, которую мы будем иниціювати, це порядка 2 місяців займає. Как я уже говорил, аналогичные акції протеста прошли не только в Краматорске, а в других городах Донецкой области. Прошли они и в Славянске. В Славянске даже громаду пустили в здание городского совета и там чиновники в Киеве пообещали помочь решить проблему с печатью. Насколько мы знаем, уже Кабмин предпринял какие-то действия, но общественные организации уже осудили эти действия, потому что никакого практического облегчения для людей они не принесли. Они содержат еще там ряд подпунктов верификации этой справки. То есть это не то, чего добивались общественные организации и сюжет. 8 июня переселенцы, которые живут в Славянске, пришли со своими проблемами в здание муниципалитета. Всех волнует вопрос социальных выплат. Я пособия вообще здесь не получаю, потому что у нас был такой премьер-министр Яценюк, который сказал, я считаю, будет справедливым, что работоспособное население получать ничего не будет. Хотя я потерял на своей родине две квартиры, я потерял бизнес. Я забрал сюда с собой детей, семью, но я ничего не могу получать. Я здесь не могу найти никакую работу, потому что здесь своим местным жителям тяжело найти какую-либо работу. Сколько мы ходили, добивались по поводу этих миграционных штампов. Я уже была здесь зарегистрирована. У меня стоял штамп на старой доведке, которую изъяли в суд защиты и взамен мне дали новую, на которую штамп мне никто не поставил. Ни в миграционной службе, ни в исполковье. Потому что закон 13 января 2016 года гласил так. Передали на местные органы по поводу штампов и вообще, собственно говоря, их отменили. И почему нам не платят? По кругу бегаем. Во время общения с городским головой просто по телефону из Киева люди узнали новость с заседания Кабинета министров о штампах. Публикуют решение в Голосе газета «Голос Украины» и передают полномочия на местные органы власти. Так? Вы все слышите? В таком онлайн-режиме мы получили информацию о том, что положительное решение принято, что на органы местного самоуправления перекладывается эта функция так называемый штампик ставить. То есть, в принципе, узаконена процедура постановки штампа и регистрации этих перемещенных лиц. Теперь дождемся еще разъяснений юридически, как это все сделать. Технически ну вы видели, что да, сложности будут, потому что начиная со второго месяца этого года, то есть уже фактически четыре месяца вот эта процедура такая в накаленном ситуации длится. Скопилось много людей, которым необходимо поставить штамп в регистрации. Поэтому большая нагрузка на нас ляжет. Мы сейчас тоже будем готовиться к этому процессу. Больше подробностей о изменениях в жизни переселенцев чиновники обещают сообщить в ближайшие дни. Сергей Горботенко, Славянск, общественная ТВ, Донбасса. О том, как хаос войны пробрался в нашу жизнь вместе с теми событиями военных конфликтов, которые уже два года сопровождают параллельно реальность каждого из нас с вами. Мы сегодня говорили с Виталием Сизовым в студии общественного телевидения Донбасса. И митинги, которые проходят в Славянске, Краматорске и Мариуполе в поддержку прав переселенцев, лишний раз показывают здоровое состояние гражданского общества в этих населенных пунктах. И, к сожалению, мы видим, что в Донецке невозможно выйти и открыто заявить не то, чтобы даже о своей проукраинской позиции, а просто сказать что-то тому же Захарченко либо Пушилину, либо уже в отставке Пургину. Кстати, один из таких митингов в поддержку Пургина был силой разогнан с площади возле памятника Тарасу Шевченко напротив библиотеки Крупской. Виталий, какие можно сделать выводы о тех причинах, по которым Донецк хочет, я имею в виду Донецк, группировку ДНР, хочет намеренно изолироваться от Большой Украины и от совместной жизни с Большим Донбассом. Каковы причины этой изоляции? Потому что, естественно, это большое пространство вытянет их оттуда. Они не могут, им надо закупориться, тогда вооружиться, тогда они что-то из себя представляют, представляют какую-то власть. В обществе конкуренции свободная, где решает не оружие, где решает конкуренция, ну, свободная условно, конечно, утрирована в Украине, она не свободная, но хотя бы какой-то конкурентная среда, если есть, они сразу нивелируются. Эти власти новые, они обнуляются. Вот кто будет голосовать, допустим, за господина Мартынова, если будет Лукьянченко, как бы мы к нему не относились, мэр, которого знают все в городе, с которым связаны какие-то у людей позитивные воспоминания, о евро, о чистоте улиц. И адекватность, в общем-то, ситуация, когда Мартынов на своем джипе ездит сейчас по Донецку, а масса людей голодает и живут в страхе и отсутствии элементарной безопасности, это тоже вызывает какой-то внутренний диссонанс у многих из видящих эту ситуацию, тем более, что за Мартынова, как за мэра, никто же и не голосовал, выборов там мэра не было, а он себя просто-напросто назвал городским головой, или как он там, глава города. Проведут в ближайшее время имитацию каких-то выборов, чтобы узаконить якобы в кавычках свое положение. Я хочу обратиться к жителям Донецка. Что вы думаете насчет возможных выборов, которые предполагаются минскими соглашениями? Вы можете нам написать в скайп, громадский ДНЮА, у вас на экранах он появляется регулярно, либо же написать нам на наши социальные сети, это называется общественное телевидение Донбасса, в Фейсбуке активная страница у нас, ВКонтакте и даже есть в Одноклассниках. Напишите просто свое мнение каково вам оставшимся в Донецке участвовать либо вообще видеть эти выборы, которые могут быть также уехавшим дончанам, кто себя до сих пор считает дончанином, несмотря на двухлетнее неприбытие в Донецке, но в моей голове, например, есть уехавшие, есть оставшиеся и мы все с вами одинаковые, просто потому, что мы из Донецка. А вот как раз те, кто за группировку ДНР, они, сама группировка ДНР, насколько она является представителем, истинным представителем Донецка в условиях, когда за эти два года так и не было выборов. Мы вынесли это в тему нашей передачи, что ДНР против дончан, потому что почему дончане не могут приехать в Донецк, если ДНР это за дончан, или ДНР равно дончане. Это очень странная конструкция. Если они берут на себя монопольное право представлять людей, они берут полное монопольное право, они говорят от имени этих людей, они говорят, что мы представляем общность этих людей. Почему яркие представители этой общности, представители старой элиты, даже пусть какие бы они ни были, но у них, у многих, руки, по крайней мере, может у кого-то и в крови, но не в такой степени, как у нынешних руководителей. И они не могут приехать в Донецк и нормально там жить, причем ментально они практически одинаковые. В принципе, разница между теми людьми, которые, многими из тех людей, которых не пустили в Донецк и теми, которые там сейчас сидят и заявляют, что они власть, разница лишь в том, что те в свое время не взяли в руки оружие, а также проводили там северодонецкие какие-то там съезды, заявляли о федерализме, просто они не брали в руки оружие и не убивали. Все, кто объединяет много чего, это и партия, и дружба, и отношение к Виктору Федоровичу Януковичу и так далее, и тому подобное. Так они заявляют о гражданской войне, максимум, это гражданская война получается внутри Донецка, то есть, это какая-то межгородская война. Межрайонная. Да, раньше, когда один район шел стенкой на другой. Спасибо, Виталий, спасибо нашим зрителям, спасибо тем, кто был сегодня у нас за пультом. Это была программа «Разговор с Донбассом» в эфире общественного телевидения Донбасса, и я напомню зрителям, что мы доступны в эфире Донецкой областной государственной телерадиокомпании, которая семимильными шагами суспильного, то есть, общественного вещания на территории нашей области. Покупайте антенки, ставьте им своим родителям в Донецке, чтобы ловить наш сигнал там ежедневно. На этом сегодня все. Я Алексей Мацука, прощаюсь с вами. До свидания.